Друзья, предлагаю вашему вниманию запись эфира, которую мы провели вместе со Светланой Лоди Сад на ее телеграм-канале. Подписывайтесь на ее канал, она очень много рассказывает о саде, огороде, о наших любимых цветах, о ее любимых цветах, конечно, о жизни. Друзья, приветствую вас, меня зовут Александрова Светлана, я профессиональный садовник, ландшафтный дизайнер и последние 5 лет питомника вод. Расскажу немного о себе. Мы с мужем обычные квартирные люди. В случае, я немного знаю о саде, потому что в моей семье моя бабушка Виктория Борисовна занималась садоводством. И у меня есть представление, как полоть морковку, окучивать картошку и могу отличить розы от пионов и тюльпанов. В семье мужа ни у кого никогда не было сада, поэтому к земле он не приучен, но всегда хотел, чтобы у него был свой дом. И в 2000 году мы из квартиры переезжаем в свой дом. Участок у нас небольшой, всего 8 соток. Мужу моему интересен только гараж, верстак и все, что связано с машинами. А земля была отдана мне. Делай, что хочешь, твори, что хочешь, копать не проси. Вот такой был посыл. И за три года я так увлеклась этим всем садоводством. То есть я определенно знала, что не буду сажать картошку, помидоры, капусту. Хотя все это у нас было, даже пчелы, даже куры. Мы все прошли. Но быстро перешла я на цветы. Пошла учиться на ландшафтного дизайнера, потому что знаний не хватало. И в 2003 году у меня уже был мой первый сад, куда я пошла работать садовником. Но надо сказать, что за эти три года, пока я училась и пока я осваивала свой сад, я очень много читала, я очень... Интернет начал развиваться, очень много... Ну, все, что можно было тогда с интернета взять, и книг, и литературу, и видео. И, в общем-то, я себя чувствовала достаточно грамотным человеком, который не знает... То есть я знала больше всех. Вот я вот в этом настолько была уверена. И когда я приходила, то есть за год, за следующие два-три года, у меня появилось очень много рабочих участков. И мне кажется, я вот прям транслировала и излучала всем своим видом, что я самый грамотный, самый умный, и у меня нет садовника, опытнее меня нет. И, в общем-то, люди спокойно отдавали мне свои сады на улучшение. И сразу мой посыл был такой, что я не палка-копалка, я пришла творить, я пришла украшать, улучшать ваши сады. И, конечно же, что у нас тогда было в 2005 году? Девичий виноград озеленять. У всех же были каменные стены, каменные заборы. И вставал вопрос, чем озеленять. Интернет-магазины начали развиваться, и потоком к нам пошли всевозможные растения, цветы, глиматисы, розы. И вот самая такая болезнь, которая, я думаю, сейчас не прошла у людей, розы. Розы нужны были все. Вот какие только можно было добыть, нужно было в сад все. И клематисы тоже я выписывала и сажала у себя в саду. И здесь вот у меня выписано в тетрадочке несколько вопросов. Так же, как я когда-то, начинающий садовод, покупала корешочки, других просто не было, высаживала их в открытый грунт, и до свидания. Не было больше клематиса. То есть я через пять лет поняла, что это культура. Для нас, жители Урала, уральская я девушка, не подходит. И нечего с этим морочиться. Так на том и порешала. И в какой-то год я нанимаюсь на работу, а женщина, очень хозяйка этого участка такая, самодостаточная, с хорошими возможностями финансовыми, она меня не слушала в плане, что вот это не дизайн, вот это не надо нам собирательство. Она тащила в сад все. То есть если я гнула линию, что сначала со мной обсуди, мы делаем красиво, мы делаем массивы, мы делаем вот это сажаем, то это не сажаем, то это тащила в сад все. И вот притащила она вот такие в контейнерах клематисы. Сажай, говорит. Зачем нам клематисы? Это не то растение, которое стоит сажать. Я сажала, у меня росло. Хозяин, барин. Все, посадила, и то есть как бы я их так с ними и попросила. Ну, твои же деньги, делов-то. На следующий год они весной вышли, они перезимовали, никто их не искал, никто их не ждал. К вопросу о том, что стоит ли ждать клематиса? Да, стоит. Ищите их только, они сами выйдут. И вот пошла я еще на один участок, прихожу, всегда обходишь будущие владения свои, знакомившие ассортиментом. Смотрю еще одной клематис. Как вы, что-то вы с ним? Укрываю. А как укрываете? Как розы? А если ты садовник, ты нанимаешься, ты же в ответе за эти растения. Как они потом? Ладно-ка, пока она там купила, перезимовала у нее, не перезимовала, это же, как говорится, ее сад. А когда ты уже садовник, когда ты высаживаешь, когда ты берешь на обслуживание, это ты отвечаешь. И если ты накосячишь и закопаешь в землю деньги, это ты отвечаешь. И если у тебя что-то не перезимовало, тоже ты отвечаешь. И на следующий год, я думаю, что многие видели, я потом прикреплю, будет возможность, этот клематис, варшавский найк. На зеленой арке, обычной металлической, я вот в полный рост стою, вот такие цветы. И год перезимовала. Вот как она мне сказала укрывать? Кашу розы воздушно с таким укрытием. И второй год. И вот такие цветы. И я в какой-то момент подумала, да что ж такое-то? У них главное на работе, у меня, это же у меня, цветут клематисы. А у меня дома ни одного. И вот тогда-то я подумала, что хватит озеленять девичьим виноградом, клематисом быть в моем саду. И вот теперь уже не могу остановиться. У меня уже больше 200 сортов. Поскольку штук, ну, трудно сказать. Сколько сортов? Света, тебе ответил вопрос. Сколько сортов? 200 с лишним. Но в количестве каждого может быть по одному и может быть по несколько. Все зависит от того, опять же, как размножается, как цветет, как он мне нравится, как он легко приживается и живет. Я знаю, что у меня есть, например, вот такой сорт, но нужно пойти в тот участок сада и посмотреть, о, да, вот он цветет. То есть некоторые клематисы растут одним-двумя цветками. И если вы не знаете, где его искать в саду, вы его и не увидите. А есть такие клематисы, которых мимо не пройдешь. Цветут они, как все хотят, сверху донизу. И еще есть клематисы, которые цветут все лето. Это тоже к вопросу, какие клематисы цветут все лето. Опытным путем, методом профпоя ошибок, перебрав все группы и разобравшись с них, поняла, что все цветут с начала июня до самых холодных дней. Если первые цветочки появляются единичные, так же, как и осенние, заканчиваются единичными, но все лето, все лето цветут группы интегрифоли. Любой сорт. Любой сорт. Берите хоть арабеллу, хоть алёнушку, хоть память сердца и много-много других сортов. Вот если кто-то хочет, чтобы цвело все лето, выбирайте любой сорт клематиса группы интегрифоли. Но это не вьющиеся. Это не цепляющиеся клематисы. Многие... То есть кустовые. Это кустовые, да. Просто есть кусты разного размера. Есть низкорослые, есть среднерослые, есть высокорослые. Самый высокий клематис для группы интегрифоли это 2 метра. Может рогучи вытянуться, если есть... Вообще, Лиана клематис, она умная. Если ей есть за что цепляться, на что подниматься, есть достаточно освещения, она может подняться, вытянуться может. Но в принципе, самые высокие 2 метра. Это полная интегрифоль. У меня есть Ольга. Ольга. Это кустовой клематис, колокольчики, синенький. Да, он невысокий, 50-70 сантиметров, самый большой. Да. Тогда назови нам, пожалуйста, хоть два сорта, высокой. Именно этого, этой серии, высокие. Вот этой группы самые высокие рогучи, колокольчики с синими цветами. Янки, надо конспектировать, конспектировать. Рогучи, высокие. Рогучи. Да, я думаю, что можно еще как высокую Аленушку с розовыми колокольчиками. Преимущественно в этой группе клематисы колокольчатые. А они зимуют хорошо? Вот, ну, очень хорошо. Да, вот тут тоже был вопрос, как зимуют. Про укрытие я думаю, что человек услышал, что укрывается также воздушно-сухим укрытием, как розы. А зимуют интегрифоли очень хорошо. На вопрос, какие клематисы не нужно укрывать, все зависит, друзья, от вашей климатической зоны. нельзя вот так вот просто сказать, вот это не укрывные клематисы, просто кто-то живет в Краснодарском крае, кто-то живет на крайнем севере, да, поэтому укрывать нужно, как требует ваша природа и погода. Вот я приспособилась укрывать овощными ящиками сетчатыми, делая воздушно-сухое укрытие, то есть укрывной и полиэтиленовую пленку. Для каких-то сортов клематисов достаточно, если мы просто на них даже ту же ботву опустим при обрезке для задержания снега. Этого тоже будет достаточно. Каждый должен все-таки смотреть по своему участку. Вот я своих видео рассказываю, всех приглашаю на мой канал, и если вы хотите все-таки с клематисами познакомиться лучше, то смотрите, я в своих роликах все рассказываю. Если как мой участок на горе передувается снегом, передувался, вернее, так правильно сказать, то значит нужно делать более такие укрытия, чтобы снег задерживался. или же укрывать. Каждый должен сам. Опять же, нельзя перекладывать, друзья, на кого-то ответственность. Никто не знает лучше у участка, чем вы, свой. Поэтому, если вы знаете, что снег лежит, вот такой метр толщиной, можно и побегами опойтись. а если снег не лежит или поздно выпадает, а почва промораживается, то у нас клематисы все-таки корневищное растение. Нужно их зону корней защитить. Можно я сразу задам вопрос, который ты обидишь? Меня очень нервирует. Вот, ну ты даже знаешь, потому что смотришь мои ролики, вот у меня стенка и давние клематисы, которые уже мощные, взрослые, хорошие, красивые, и в прошлом году они раз и не вышли. Я, как ты сказала, не искала, потому что я знаю эту ситуацию, не копала, но потом уже к концу сезона я уже старалась там просмотреть. Ну, не вышли и не вышли. И так за сезон они не вышли от слова совсем. Вот, может быть из-за того, что год до этого буквально осенью прокопали сзади них траншею, в которую уложили кабель. то есть повредили корни. Влияет ли повреждение, ну, обрубили там, наверное, потому что это мощная корневая была. Что может повлиять на то, что взрослые, не молодые, Климась, взрослые с огромной корневой системой раз и не выходят в этом году, а может и на следующий ждать, не ждать, что делать? Что делать? Нужно понимать, как развивается корневая система. Я понимаю, что люди, которые не выращивали еще, они не видели, но я думаю, что все мы делили так или иначе хосты. И прекрасно, допустим, понимаете, как развивается розетка хосты. Каждый год добавляется сбоку детка самостоятельная, да, самостоятельная. если вот хосту размыть, не лопатой разделить, а вот именно размыть, она распадается вот на такие сегменты. Вот некоторые сорта, хочу вот на это обратить внимание, потому что одни сорта растут вот таким пучком, морковкой, да, и выходит много-много-много побегов, а вот корневище сердцевина одна. И если поделить, то если удачно поделишь, то повезло, а если не посередине разделить, то да, остаются сегменты без корней. И вот у больше, скажем, у той же интегрифолии, у группы витицела образуется вот такие много-много деток вот таких. И чем, а мы ведь окучиваем, да, чем больше клематис, он поднимается, и вот эти детки его задавливают, задушивают, а корни образуются, образуются, и получается те корни, которые уже отжили, те побеги, те части ствола, они стареют, и вот это количество клубов вот этих корней, он просто удушает сам себя нечему, там нет никаких, оно же все такое деревенистое, это же не то, что там какие-то, он просто не дает возможности выйти новую бочку, вот эта корневая система вот так вот выпирает из земли, а мы же их на землю окучивают, то есть поднимаем, и вот этот ствол постепенно укореняется, и в конечном итоге взрослое растение погибает из-за того, что у него просто нет возможности пробить через вот вот эти слой корней и одревесневшие, окаменевшую древесину новые почки. Время от времени нужно клематисы делить, и чем интенсивнее рост, чем больше дает побега в клематис, тем чаще нужно его омолаживать. Так же, как мы делаем это с пионами, или допустим, с такими быстро нарастающими теми же хризантемами, флоксами, те, которые очень быстро куртину наращивают, вот такие растения, в том числе такие сорта клематисов, нужно делить чаще. А нам страшно, не трогайте, в основном, не трогайте, ничего не копайте, поэтому боимся, через какой промежуток времени, как мы должны определить, вот там 5 лет, 10 лет, что его надо выкопать и посмотреть, что с ним, через какой промежуток. Это не от лет зависит, а от характера роста, от группы, потому что, например, вторая группа, опять же, был вопрос, вот растет в один ствол, вот может быть клематис, вот какой-то такой сорт, он может расти многие годы в один ствол. чему там запутываться, зачем его, он только через 5 лет только в силу входит, это просто особенность сорта, что там задушит его, нить, что, там нету столько корней, там нету столько побегов, зачем его тревожить, поэтому, правильно, я периодически говорю, не трогайте, и если к вам приходит сосед, и говорит, ой, какой у тебя красивый, откопай-ка мне, я всегда говорю, дорогая моя, пойди купи себе сама, а этот пускай растет и будет взрослый, поэтому нужно наблюдать, вот если ваш клематис к 3 годам, а к 5 дает 50 побегов, реально 50 побегов, то тогда, наверное, его будет лучше выкапывать раз в 5 лет, потому что потом вот в эту махину просто не выкопаете, не выкопать, да, не выкопать, и вот этот ваш клематис, это стечение просто обстоятельств, если бы вы не копали траншею, вы бы думали, гадали, что ж тогда с ним случилось, а просто у вас такое обстоятельство жизни, ну надо же на кого-то, вот такие вот там строители, на кого-то что-то же должен быть виноват, правда, я не думаю, и это скажем, не тот убыток корней, с которым бы не справился взрослый клематист, потому что они уже уходят в недра земли, вот зато вот это растение такое вот, скажем, как вот его довести вот этого состояния, когда он станет взрослым, когда он станет сильным, вот я выработала свою систему агротехники, опять же, вот методом проб и ошибок, и вот когда начала анализировать, почему я покупая столько клематистов посадила, и они у меня не остались в саду, и почему вот эта моя работодатель принесла в горшках, сунули, я про них уже все, я их сразу, когда высаживала, я уже сразу с ними попрощалась в момент посадки, а они все сошли, просто нужно было подумать, а потому что растения принесены были взрослые, но для того, чтобы сложить вот эти пазлики, нужно было, скажем, не одно растение просто загубить, извести из жизни, и еще вот мы же рекомендации, которые присутствуют в интернете, людей, мне кажется, вот только запутали, и у нас были русские, наши российские, не, советские, правильно бы это сказать, селекционеры, та же Александрова, да, и Бескаравайна, они где у нас друзья занимались селекцией, в Крыму, на южных теплых землях, а мы-то где с вами все живем, и когда мы читаем, допустим, или слышим, а хуже всего транслируется так же вот, ну, блогерами, да, не люблю это слово, вот такими садоводами, информация, которая витает, ее не искоренить, это какое-то бедствие, это так же, Светлана, я думаю, про гортезий, который книгу написал, кислые, не значит кислые, не любит кислые почвы, так что же у нас у всех кислые почвы, что же у нас у всех клюква-то не растет тогда с брусникой в саду, и самое смешное, что, когда общаешься с человеком, сейчас приду, ты пока говори, да, говорит, я все делала для склематица, я его даже известковым молоком поливала, да, а что такое, у меня кислые почвы, хорошо, тут же разговариваем и рассказывают, подкисляю гортензии, так подожди, у тебя какие почвы-то, кислые или не кислые, и у человека вдруг, вот она в этот только момент вдруг начинает складывать мысль, что она одних раскисляет, а других подкисляет, так простите меня, а земля-то у тебя какая? та земля, которая в основном у нас у всех, даже если она слабокислая, слабокислая, это нормально, и для роз, и для пионов, и для клематисов, когда переходит уже вот в эту 4 pH, ну никто же у нас не меряет, никто же не меряет, вот если, вы же опять же, наблюдайте, если у вас веками стояли сосновые леса, на вашу территорию, где вы живете, где у вас тоже сыпется годами хвойный опад, ну, наверное, у вас кислая почва, так это столетиями делает, или торт, действительно, тогда может быть и раскислять надо, а если вы просто живете в средней полосе России, где лиственные леса, до чего же там почва-то станет кислая, и она как ты относишься к такому, к такому, я делаю, да, у вас не взошло, не всходит весной клематис, ждешь-ждешь, июнь-месяц его нет, что делаешь? Мел, мел, ведро стакана, мел туда, и корень наливаешь, ведро мела туда, и якобы, вот он все проснулся. Вот хочется спросить, а при чем тут мел? Ну, так можно тогда сказать, ну, разведи там, не знаю, газировки, травяной настой, там, что угодно, ну, что такое вообще было. Мел, имеется в виду, он так вот раскисляет, наверное, или как-то вообще пропускает. Все правильно, он раскисляет, но он же тогда действует на почву. Если в этот момент на корешочке клематиса не образовалась почка, почва, то хоть мел, хоть не мел, хоть газировка, хоть что угодно, откуда завтра возьмется почка, если на корешочке не образовалась почки возобновления, да хоть чем-то его полей-то. Есть просто, вот у людей же, опять же, волшебство. Полила, опа, вышли клематисы, так они завтра бы и так у тебя вышли. Ну, потому что на корешочки есть почки. То есть мел, это не для пробуждения спящих. Не для того, чтобы завтра. Нет, не для этого. Мел для того, чтобы если мы раскисляет почву, если она у вас кислая. Но, опять же, с этим можно переборщить. Вообще, мы очень любим вмешиваться и вот опять же говорю, слушать, и ведь люди повторяют это как аксиому. Никто не замеряет пиашь своей почвы, никто не вообще не изучает свою землю. Кто-то иногда даже агротехникой не утруждает себя. Но зато есть четкие рекомендации. Так удобно, ведь думать же не надо. Зачем? Голову включать тоже не надо. Сказали же, полей вот этим, полей вот этим. А потом, ой, у меня листья желтые, что-то у меня хлорозит. Так все же там дисбаланс полный. Была нормальная земля. Взяли, полили известковым молоком. Убили всю микрофлору. Пошел сдвиг полностью по кислотности. Все минералы разбалансировались. Что случилось с клематисом? Что случилось с гортензией в этот момент? Я же ее подкисляла. Это то же самое. Та же самая беда. Светочка, скажи, пожалуйста, а почему не цветут клематисы? Ну, понятно, первый год он маленький еще, пока корешки наращивает. Все, он может, еще слабенький. Второй год уже покрепче. Третий год вроде как клематис уже большой. Я с одним клематисом, который Серафина, Серафина, по-моему, или Серафима, как по-разному. Да. Кстати говоря, в разных источниках, даже на той этикетке, которая продавалась, было написано, что он второй группы. Вот. В разных источниках он бывает разной группы. Вот я столкнулась с тем, что ему пять лет, шесть лет, я его просто удалила с сада. Он не дал мне ни одного цветка, ни одного. Я пыталась, значит, его оставлять там полтора метра. Он прекрасно зимовал и пускал почки, ну, именно с ботвы, будем говорить. Я его обрезала. Я его, ну, чего я только с ним делала, он шесть лет не цвел от слова совсем. Вот задают вопрос даже по Жакману или Жакману, не знаю, как ударение. Не цветет клематис в течение нескольких лет. С чем связано? С сортом, с климатом, с руками, ногат, с чем? У меня есть видеоролик, прям так называется, пять причин, почему не цветет клематис. Ну, одна из причин, ведь потому что, да, вот мы сейчас говорим конкретно про сорт, который мы знаем, что мы купили, но многие люди не понимают, даже не различают княжи от клематисов. А все же это лиана, все же это клематис разной группы. Вот одна из причин, что вы клематис первой группы княжек обрезаете, как клематис третьей группы, и он не цветет, потому что княжики цветут на побегах прошлого года. Это первая причина. Да, это понятно. Да, он каждый раз только-только нарастит, только выжарит, только заложит цветочные почки, чтобы уже как бы там на следующий год-то зацвести. А мы его и обрезали. Да, вот и мы выращиваем каждый год ботву, а цветов не видим. Это первая причина. Вторая причина, элементарно не подходит в климатической зоне, вот данный конкретный сорт. Но не успевает он, не успевает. И у него, ему нужно больше положительных суммарных температур. Ну, точно так же, как некоторые лилии, те же восточные, но не цветут они, не успевают. Мало им нашего лета короткого. Поэтому вот этот конкретный сорт не ваш. Жалко вам его. Можете сколько угодно выращивать зеленую массу если она там вам нужна куда-то, пожалуйста. Но цвести он будет 1 октября, если повезет. А завтра выпадет снег. Это вторая причина. Третья причина. Очень частая. Недостаточно освещения. Это касается второй группы. Если вы посадили солнцелюбивые, вот эта вторая группа, они особенные климатисы. Вот если третью группу, интегрифоли, вот эти, витицелы, можно в скользящую тень, в скользящую тень, а не за дом, где сосны и темнота. Потому что ни одно декоративное растение не будет жить в темноте. И опять же, тоже вот я всегда людям говорю, пожалуйста, помните, в каком вы регионе живете, потому что солнце и тень Краснодарского края и Тюмени, да, в Тюменской области, ну, разная там тень. И солнце там разное. Поэтому, если у вас климатис второй группы дает ботву, но в тени он свисти не будет. Ему там не нравится. Понятно. И еще одна есть причина, которая проверяется, скажем, только, ну, жизнью. Это неправильное сажение. Это только вы можете уже, вы можете его выкопать. Если место у вас, ну, условно, не подходящее, вы его потаскаете по саду и туда, ну, не цветет. Ну, ну, Все. То есть, это изначально взято, вот этот черенок не с того места, не вызревшая древесина. Был вопрос по размножению. Это все непросто. Опять же, вот предлагаю, приглашаю к себе на YouTube канал, рассказываю об этом. Нужно интуитивно чувствовать зрелость лозы. И у каждого сорта эта зрелость разная. Можно ориентироваться бутоном, цветением. То есть, если растение дало потомство, оно уже созрело, да? Поэтому можно эту лозу брать на укоренение. Но сейчас такие стимуляторы, сейчас такие укоренители, и даже можно вот этот зеленый черенок волшебными, опять же, полить какими-то средствами и укоренить. Но это дитё. Какое цветение, какое потомство мы можем от неполноценного, невызревшего растения получить? никакого. Оно в лучшем случае будет нам озеленять заборчик, но цветочков мы не увидим. Ну, хорошо, что такое бывает не так часто. И тут, как ни крути, придётся, наверное, тоже решить, вам это растение пусть будет, или, если с местом не так много, ну, извини, компосту тоже нужна растительность. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, такой вопрос. Вот человек, когда вот сейчас же будем приобретать всё, да, и бывает, что с открытой корневой системой корни небольшие, ну, то есть, видно, маленькие, да, может там черенкованные, может вообще растения маленькие. Что делать, если мы купили маленькую растюшечку, а нам очень хочется, она же маленькая, нам сразу её в грунт сажать на постоянное место жительства, где мы приготовим, или всё-таки посадить в какие-то горшки или передержать на год, а на следующий год уже высадить его достаточно крупным. Вот я же уже упомянула вот этот свой опыт, который я сложила в пазлики позже. Почему, например, у меня вот эти растюхи маленькие не получались, а почему женщина, которая принесла горшки с клематисами выжили и продолжили свой рост, потому что уже растение нарастило корневую систему. И я часто использую такую же аналогию, как с маленьким ребёнком. Ну вот положите ребёнка, бросьте его на огромный диван, да, и вот он будет репыхаться и будет чувствовать себя в этом пространстве брошенным, он потеряется, ему будет некомфортно, он будет плахать и кричать и звать на помощь. это маленькое растение, ему нужно маленькое, уютненькое место, горшочек, который он будет корешочками чувствовать, он почувствует, о, всё, не положено пустому месту быть, слишком много земли, дай-ка это всё земельку корнями обовью. И вот таких пересадок нужно сделать всего две, то есть два года. Почему я вот прям, когда мы начали уже сначала в наши сады подращивать клематисы, когда у меня уже стало всё получаться, мы начали свои сады озеленять, там, где мы работали, и все хотят завтра большое и красивое. И мы стали подращивать дома, вот этот срок клематисов у нас, они росли, а мы уже привозили работодателям, высаживали в сады взрослые растения. И это опять же нас в конечном итоге навело на мысль, что людям нужно здесь сейчас сразу, это на этом есть спрос. Это во-первых. А во-вторых, это правильно, потому что высадив растение в открытый грунт, ты не увидишь ни динамики роста, мало того, что ты его просто прополоть можешь, обрезать, скосить все, что угодно. Это растение потеряется, оно не двигается в росте. Оно да, может зацвести, может не зацвести, если сил не хватает, но оно не растет. На самом деле, конечно же, клематис ищет тот край горшка, куда бы упереться, где свои корешочки нарастить. И вот как только опять же вот эти пазлы сложились, мы не стали мучить растения. По этапу подращиваем сначала литровых, небольших контейнеров, потом перевалку делаем, двухлитровые. И вот это, когда корневая система уже нарастает, а у некоторых сортов за два года огромная корневая система, тогда как у других сортов только-только она нарастает и начинает оплетать. Характер роста и скорость корневой системы тоже зависит от группы. Поэтому и через у кого-то через пять лет в один стволик, а у кого-то через пять лет уже вот такой кустище. Это нужно понимать. И вот, например, тоже есть вопросы, иногда отправляем саженцы. Да что же вы мне прислали саженец с одним побегом? Так у него еще три года будет один побег. И не даст, ну не даст. Это просто вот такая группа клематисов, вот обычно это вторая. Будет она пять лет жить в один ствол, к этому нужно просто отнестись спокойно, нужно время. И потом будет он постепенно наращивать уже там геометрической прогрессии второй, третий, пятый побег и все будет хорошо. И тогда эти клематисы не надо рано выкапывать. Ну все понятие. Да, и еще по вопросу о поводу. Я, ну делала ошибку про княжики, про княжики, ты рассказала, это была моя ошибка, прям буквально в смысле. Вместе с клематисами я шла и шуровала княжики. Поэтому я не видела, как бы сказать, вот этого раннее, весеннего, они же, у меня вот, например, один ранний, он должен рано у меня расцветать, в мае даже в конце. Я ни разу не видела. В этом году он хорошо нарос, потому что ему клематисы не вышли, ему было вольготно, много места, хорошо. Я его, естественно, оставила, вот уже несколько раз показывала в своих видео, минус 35, а мой княжик на стеночке бедный, морозитый, я вообще, я прям переживала, хотя мои подписчики, конечно, писали, что не переживайте, княжики выдерживают минус 35. Вот, расскажи, пожалуйста, есть ли очень большая разница между княжиком и клематисом и по зимовке, и по развитию, и вот ранние княжики, они потом зацветают второй волной, или вот он отцвел, и что вот с этим делать, с этой массой, или надо цветочки срезать, или вообще вот... Княжики и клематисы это совершенно два разных растения, и княжики фактически не относятся к клематисам, но чтобы садоводов не путать, княжики отнесли к клематисам первой группы необрезные растения, это многолетняя лоза, можно эти два растения сравнить с пионами и с девичьим виноградом, пионы у нас отмирают, каждый год травянистая часть, и выходят новые побеги весной, также и клематисы второй или третьей группы, даже вторую, если мы обрезаем иначе, в любом случае это клематисы, которые вновь пробуждаются каждую весну, княжики я сравниваю с девичьим виноградом, потому что это тоже многолетняя лоза и она остается на опоре, мы их не снимаем, не укрываем и обрезаем либо сломанные весной поврежденные побеги, либо делаем омолаживающую обрезку раз в 3, 5, даже 8 лет, в зависимости от силы роста, часто просят дайте нам самые холодостойкие, самые морозоустойчивые княжики, друзья, вот поэтому их и отнесли в отдельную группу к княжикам, что это априори, то есть если княжики, то значит это растение многолетнее и холодостойкое, и если вы живете в северном регионе и у вас зимует девичий виноград, то у вас точно будет хорошо расти, зимовать и цвести княжик, и если у вас там же на севере нормально зимуют и цветут пионы, значит вам тоже можно выращивать третью группу клематисов точно, но и некоторые сорта второй группы с правильным укрытием на зиму, также клематисы и княжики очень сильно отличаются и формой листа у княжиков такие зазубренные краешки, у клематисов ровненькие, корнями отличаются у княжиков тоненькие волосочки, которые оплетают торфяной ком, похожие на ниточки, у клематисов такие толстые, шнуровидные, светло-коричневые корни, и конечно же они отличаются цветами, у княжиков всегда цветы вниз опущенные колокольчики, они могут быть махровые, могут быть с простым цветком, разного абсолютно цвета, любого цвета, сейчас есть даже двухцветные сорта княжиков, а вот клематисы могут быть абсолютно с разной формой цветка, как открытая ромашка, махровые и также колокольчатой формы, и иногда люди говорят у меня растет княжик, потому что у них клематис вот такой вниз смотрящий цветочек колокольчатой формы, здесь нужно смотреть ну хотя бы на листья, и если ваш клематис обрезной, травянистый, то есть, то это точно не княжик, вот нужно обязательно будет разобраться, если вы до сих пор еще не поняли княжик у вас или клематис, после отцветания завязываются семенные коробочки, такие становятся они пушистенькие, мохнатые, очень украшают растения, но сдерживают рост, вот для того, чтобы спровоцировать повторное цветение, это касается и клематисов, и княжиков, после первого цветения нужно пойти и обрезать все отцветшие соцветия, можно отцветшие соцветия не обрезать, но тогда рост боковых побегов, новых побегов будет задерживаться, а значит и сдвигаться цветение, но когда княжик у вас нарастет и будет большим взрослым, обрезать все эти соцветия, ну просто будет невозможно, нереально, их так много, но у меня вот, например, уже не получается обрезать, у меня на это нет и времени, и сил, поэтому побегов с каждым годом молодых становится все меньше, и они становятся короче, и потихоньку те побеги прошлых лет стареют и спутываются между собой, и цветочных почек закладывается все меньше и меньше с каждым годом, и это вы обязательно увидите, и как только ваш климатис первой группы княжик станет больше похож на сухой колтун, значит его просто пора омолаживать, обрезать и давать новым побегам вновь нарасти и все повторится заново. Я рекомендую обрезать княжики сразу же после весеннего цветения. Новые побеги к осени вызрют и даже могут зацвести, ну а на следующий год весной он будет уже цвести как полноценное взрослое растение. Тогда лучше начинается образование боковых побегов и начинается повторное цветение у княжиков на побегах текущего года. То есть у нас княжик цветет на прошлогодних побегах очень обильно и на текущего года это повторное цветение. У всех современных сортов есть повторное цветение. И повторюсь еще раз княжики очень холодостойкие растения гораздо даже морозоустойчивее. У них вот это тоненькое лоза, вот это тоненький побег даже более холодоустойчивее, чем побег девочей винограда, а еще и цветущий. Я сейчас для зеленения стен, заборов, беседок, разделительных заборов внутри сада использую исключительно княжики. Мелкая зеленая листва, очень много побегов, мощная хорошая сила роста, дает зеленые стены. Весной очень обильное цветение, повторное цветение во второй половине лета. И княжики все-таки не такие агрессивные, как девичий виноград, не будут угнетать соседние растения ни корнями, ни своими побегами. Есть сорта серия сюрприз. Цветение этих княжиков можно наблюдать все лето. У них очень быстро нарастают побеги текущего года, молодые, на которых тут же завязываются бутоны и цветы. И создается ощущение, что эти княжики цветут непрерывно. На самом деле, конечно же, есть четко выраженные две волны. Первая, весенняя на побегах прошлого года и цветение на текущего года. Но так как очень быстро у них нарастают эти побеги, складываются ощущения, что клематис цветет непрерывно. Все время наращивает много новых побегов и снова снова зацветает. Это очень ценно, если мы используем княжик не только как зеленый фон для цветников, но и включаем его цветы какого-то определенного цвета в нашу композицию, например, к розам и гортензиям. Даже вот эти единичные цветы на заднем фоне, они поддерживают общую тональность клумбы впереди растущей. так, кто-то говорит, давайте. Алло. Добрый вечер, Светлана, вы меня слышите? Вера, да, слышим. Ну, собственно говоря, я тоже делаю первые шаги еще в этом направлении и как бы довольно-таки много клематисов я уже выписала у Светланы. Мне очень, да, мне очень, и группа интегрифолия есть. И вот, кстати, как она сказала, интуитивно многие вещи открывались. Вот мой самый первый клематис, он из группы интегрифолия Сизая птица. Очень красивый клематис. Это вот первый клематис, который у меня укоренился. И я его, я тогда не имела понятия, что их надо укрывать, ну, как бы воздушно-сухой способ укрытия. И вот он очень хорошо вот из этой группы, он разросся, он великолепный. Вот, ну, а потом собирала, собирала информацию вот из интернета. И лучше для меня учителя, чем Александра Светлана, не существует. У него очень много роликов, и я с открытым ртом слушаю все выступления. Я подписчиком ее являюсь. Да, да, это точно. То есть там потрясающее видео, где вот даже и в плане размножения, в плане посадки, но в Ютубе у нее много, у нее тоже существует свой канал. Да, я выключить микрофон. Вот, девочки, ну, сейчас думала, что вдруг Света подключится, видите, такие технические моменты, они вот здесь бывают. Спасибо даже за то, что она уже рассказала, что нужно действительно, прежде чем купить, не делать вот такие глаза, хочу махровую, махровый клематистик. Картинки нас, конечно, с вами завораживают, мы все хотим, и сейчас махровых вообще появилось много, и белые, и синие, и всякие разные, а вот нужно сначала, наверное, действительно почитать, подходит ли этой зоне. Бусть даже не подходит, если вот нашей зоне не подходит, что делать? Тогда, значит, нужно делать такие корабли, как я делаю своим родом, то есть какое-то воздушно-сухое укрытие, а может быть совсем ничего не делать, взял подстриг, почти под ноль, да, и они снова отрастают. Но, как правило, у таких клематистов цветы более простые, но, можно сказать, ромашковидные. Чем крупнее цветок, чем он бывает с такими полосками расписной, тем, конечно, с ним, наверное, нужно попозиться, поэтому прежде, чем покупать, нужно, конечно, изучить ситуацию. Наш грунт, наш природный, климатическую зону, да, что нужно и как нужно. Я сама, вроде как, уже много чего знала, но вот говорю, что с одним клематистом совсем расквиталось, но, как Света говорит, это тогда решение и правильное было, да, сама вот делала ошибки с княжиками, теперь переживаю первый год, на моей княжике посмотрим, как он пережил недельную или десятидневную минус 35, но как пишут, что все хорошо, значит, будет все хорошо, ну и так далее и тому подобное. Раз у меня климатисты пропали, два таких крупных, я все думала, что это связано вот именно с корневой системой, а может, видите, и не с корневой, может быть, просто из-за того, что вот он уже, ну что-то состарился или что там на него, что там на него повлияло, непонятно. Когда я сегодня анонсировала, делала фотографию, ну для анонса, да, меня спрашивали, тут тоже вопрос был в чате, что это два климатиста посажены в одну посадочную яму или не в одну посадочную яму, я говорила, вернее, не говорила, сейчас вам говорю, два климатиста посажены рядом друг с другом, вообще считается, что так сажать нельзя, вот может быть, они выдавили себя, когда начала расти корневая, и они друг друга выдавили, им как-то начали спорить, они нам, к сожалению, ничего не скажут, ну росли и цвели достаточно долго, и вот теперь нету, но, ну что, ну нету и нету, я заказала у Светланы два климатиста, ну именно большие, как она и говорит, хочу сразу, чтобы они цвели, а чтобы не ждать пять лет, когда там у меня моя стеночка вся покроется цветочками, ну то есть, в этом году, все уже я, ну оплатила, все уже сделала, поэтому в этом году у меня будет два новых растения, а на самом деле, где-то там внутри, такой бы, а вдруг они взойдут, кто его знает, такое тоже бывает, и у меня такое было, климатисты, год климатиста не было, и потом на тебе, откуда-то не возьмись, он взялся, поэтому тут нужно и терпение, ну вот Света так и говорит, да, и терпение, и свой опыт, пока свой, видно, опыт не нарастишь, действительно иногда нужно пересаживать с места на место, как говорится, здесь ему не нравилось, а здесь понравилось, ну и так далее, и тому подобное, ну и я думаю, что Света много нам уже рассказала, вот она, видите, не подключается, я не вижу, как, кто увидит, маякните мне, пожалуйста, ну а сейчас давайте, кто хочет, еще вопросики, ну тут все, все, все тут, как сказать, все свои, да наши, я вот листаю, и все знакомые, вот не вижу синенького, да, что-то, Светочка куда-то вышла, и все, девочки, давайте, кто хочет вопросики, может быть, мы когда задаем друг другу вопросы, и, вот Лена, давайте, Лена, дадим вам говорить, Лена, Лена, здравствуйте, слышите, у вас была синяя ручка поднята, да, здравствуйте, слышно меня, слышно вас, да, да, здравствуйте, Светлана, спасибо большое, очень приятно с вами пообщаться, первый раз так голосом, хотела спросить, какая минимальная допустимая температура для высадки клематиса в открытый грунт, я получила сейчас, раньше, чем ожидала, клематис тайга, очень долго его хотела, вот я его получила, значит, у него, ну, я не знаю, это, наверное, называется закрытая корневая система, да, он был в горшочке, да, и уже корни заняли весь объем горшочка, и я его высадила вчера в открытый грунт, значит, у нас днем, ну, 10-12, ночью пока не было ниже нуля, вот как, какие перспективы, что он все-таки до весны в таком режиме, как бы, дотянет. А где вы живете? Юг Украины, Николаев. Понятно, Юг Украины, ведь уже какая разница у нас в погоде, да, во всем. Ну, вообще, вы знаете, я вот вижу, извините, девочки в соседнем чате пишут, в Сочи плюс 14, вот, только даже у нас нет, да, конечно, да, конечно, я и говорю, в каких разных мы живем, климатических сезонах, 40 страна наша, да, родная. Смотрите, вообще, климатис не любит холодных почв, я не знаю, может быть, Свет там со мной как-то сейчас, ну, посмотрит, может, даже что-то напишем, или еще там сделаем эфир, время пока есть еще до сезона, но вот как я думаю, что климатисы не любят холодную почву, знаете, почему? Это можно видеть по развитию растений, вот когда уже там пионы уже вот такие стоят, иной раз красные, прям даже уже с бутончиками внутри, климатисы еще не выходят, вообще у нас климатисы выходят к середине иногда июня, к середине, то есть в мае, в середине мая мы вообще климатисов даже близко не видим, к концу мая они начинают там пробуждаться, даже хорошо укрытые, я считаю, что, ну, когда вот уже почва начинает прогреваться хорошо, там 10-12 градусов, вот и климатис пускается в рост, во всяком случае, рано весной они у нас никак не стартуют, к середине июня уж точно вот начинают просыпаться, мы там смотрим, наблюдаем, ну, к началу июня, к середине июня, такое бывает, вот при такой холодной почве, ну, он может просто не погибнет, ну, наверное, потому что, ну, все равно это не те уже морозы, там, да, он просто может замереть, не пойти в рост, ну, как бы сказать, сидеть и мучиться, вам бы может тогда, вот как Света говорит, лучше надо было из одного горшочка пересадить в больший горшок, объем, а потом уже пересадить в сад, ну, вот я как бы так думаю, об этом объеме, где его держать пока, ну, в тепле, в доме уже, или, смотрите, у всякой есть теплицы, теплицы все равно теплее, чем просто, нет, у меня нет теплицы, нет, нам не надо теплицы, мы тут, да, все понятно, но есть какие-то веранды, там, ну, да, или домашнее окно, или там, не знаю, может быть, поставить бы его вот именно куда-то, пусть даже не под свет, не под лампы, но просто в более теплые условия, так, ну, хорошо, если я его уже высадила, есть, может быть, его чем-то укрыть, утеплить, как-то его чуть, ну, может быть, ну, во-первых, обязательно нужно, наверное, вы знаете, когда новые посадки, все равно у вас же солнце уже будет активное, может, оно уже и есть активное, да, и вот даже если он потронется, он же маленький еще, вот как Света говорит, да, лучше, конечно, сделайте какой-нибудь фигванчик с панбондом, шалашик, да, шалашик, вот в буквальном смысле шалашик, во-первых, это будет и ночные какие-то такие низкие температуры, да, ну, вдруг еще будет, а во-вторых, и вот эти вот яркие лучи солнца, тоже, ну, прикроет, как бы, этот шалашик, хуже-то никак не будет. Спасибо, спасибо, но если вдруг Светлана еще что-то посоветует, буду ждать, обязательно, обязательно, насчет вот именно высадки, высадки в холодную, в межсезонье, так скажем, а вы, пожалуйста, нам вот, когда все это пройдет, период времени, прямо в телеграме пришли, девочки, помните, я посадила клематист, вот в такую холодину, а вот он вот так, это же опыт ваш, и он нам очень важен, пришлете? Да, а еще я вместе с ним получила метельчатую гортензию, ну, она совсем спит, то есть, если клематист на нем листики есть, а гортензия совсем там просто, вот корневище хорошее, и сухие веточки, вот она должна, как бы, пережить вот эту высадку сейчас, она спит. Конечно, уж она-то точно переживет. Метельчатая, да? Вот как раз к нам Игорь Александров присоединился. Хорошо, спасибо, спасибо большое. спасибо вам большое. Светочка, мы тебе дали слово, давай, подключайся. Подключайся. А куда ты пропала-то? Куда ты пропала? Не знаю, губила интернет, похоже. А, понятно. Я уже тут за тебя рассказываю, вот спрашивали, да, слышала, в холодную почву уже посадили люди, ну, на юге люди. Категорически не любят холода. А я правильно сказала. Потому что я вижу, что у нас клематицы, говорю, только в июне месяце начинают, ну, пробиваться, когда почва согрелась, и они начинают, чуть ли не к середине июня могут, ну, показать свои. Он растет очень быстро, там, по 10 сантиметров, может, в день, ну, когда вот тепло. Да. Правильно я ответила? Да, все правильно. Пока не прогреется земля, опять же, можно поливать чем угодно, даже известковым молоком. Ага. Если не сформировались почки, не прогрелась земля, если растение не проснулось, ничего на завтра, хоть три разовые известковым молоком полейте, ничего завтра не произойдет. А когда наступит тот момент, он выйдет и без известкового молока. Еще вот есть тонкость вот такая в посадке, вот опять же вернусь к тому, что рекомендация агрономов и тех людей, которые занимались селекцией в советское время, заглублять 10 сантиметров, глубоко высаживать. Ага. Но с одной стороны, вроде бы как так и есть, потому что у нас же холодно, нужно поглубже. Но в этом случае клематис либо вымокает, либо так долго не выходит на свет. Он там все время в холодной почве. Вот это опять же, вот мне в свое время нужно было понять. И это методом наблюдения. Те растения, которые были в горшках, в прикопе, вот ну сколько там над землей то есть было буквально там может 3-5 сантиметров. Они зимовали и выходили раньше лучше, чем те, которые вроде как бы правильно со всеми посажены в грунт. То есть я вижу, что у меня вот эти мои горшки, которые на доращивание, повыскакивали уже вот такие, а те в недрах земли сидят и сидят. То есть опять же пришлось, включаясь голову и анализировать. Не надо высаживать глубоко. Укройте, укройте, лучше сделайте укрытие. вот просят, не укрывны. Так лучше укройте, но не закапывайте их в глубину. Если вы южные, южные страны, можно вам, да, там не так будет, тогда ему жарко. И этот же еще вопрос по поводу вот этих всех обсаживаний вокруг, притенения. А в ноги, когда, что в ноги климатису надо обязательно что-то посадить. Опять же, когда мы выставили в своем стойке, и вот те климатисы, которые вот крайне, ничего там больше не посадишь. Я бы хотела бы, может, посадить цветник. Не потому что в ноги, а просто в цветник. Но там настолько, вот у меня близко к дорожке, стойки эти садят. Ничего больше не... И в стойке посажен климатис в середину. И они лучше растут, быстрее выходят. И цветут сверху донизу. Освещение полностью. Ничего нижние листья не притеняют, от которых они, собственно, и желтеют. Эти, не разрастаясь, в течение лета, не пропускают свет. Это одна из причин, почему желтеют нижние листья. Потому что стареют они. Солнца нет, инсоляции нет. Да чего же им зелеными-то быть, когда света белого не видно. И еще есть вот такая проблема, если все рядышком хорошо растут, хорошо живут, а вот какие-то... Вот там у меня был вопрос несколько сортов вот про львины плена. Желтеют листья. У княжи, у клематиса да какой-то. Вот опять же, смотрите, если само растение хорошо развивается, цветет, то есть никакого вы не наблюдаете за ним угнетения. И желтеют нижние листья, и... Ну пусть желтеют. Ну все вокруг желтеет. Осень скоро. И что теперь? Вот. Они желтеют бывают в течение середины лета. у меня такой есть один клематис. Я, конечно, очень плохо, что плохо помню, да. Ну вот он, как сказать, принцесса Кейл. Кейт. или вот что-то вот из этой по-моему оперы, она прекрасный цвет, но она огромная, замечательная, вся в цвету, и вдруг где-то даже в июле, в конце, ну может, начало августа, она еще не обсевала. Кейт. Кейт. Всегда. Но всегда. Вот, то есть можно проанализировать. Вот так вот это растение чувствует себя вот здесь. Значит, что-то ему или питания в середине лета начинает не хватать, а ему цветы накормить. Он забирает влаги, не хватает, цвета не хватает, или что-то непорядок с корнями. Одна из причин желтения, вот прям вот уже прям вот болезнь, жизненная, вот такой коричневые пятна, все. За замокание корней, за дыхание, правильно. Вот у вас вот тут вот такая вот хорошо клематис растет, и вот тут вот клематис, а вот тут вот желтеет, потому что вот конкретно в этом месте кусок глины попал, или еще что там в почве, дренирование плохое. Опять же, люди у нас как книжки читают, информацию читают, но не слышат, то есть слышим, но не слушаем. Клематис не любит кислых почв, и высаживаем в хорошо дренированную почву. Но это как будто вот какие-то слова, не для усвоения, не фиксируется. Дренированная, значит, она хорошо пропускает и воздух, и влагу, воздухопроницаемая, потому что если вот так выкапаешь, а там такой кусок земли вот налип, там воздуха нету, они задыхаются, то есть переувлажнение, отсюда вилт, отсюда замокание корней, сверху все чудесно, а листья вам показывают что-то не в порядке. Да, берем там вилы, берем, протыкаем воздух, пускаем корня в воздух. Это самое вот быстрое, но нужно заниматься глобально. Керамзитик, песочек, что-то нужно в грунт добавить для того, чтобы он был воздухо- и водопроницаемым. Но всегда же говорят, даже при посадке клематица он любит мелкие камушки. Ну, то есть в грунт мелкие камушки, чтобы корешки цеплялись за камушки, где камушек, там всегда воздушное какое-то пространство находится. Я думаю, что так же скажут и люди, которые выращивают розы вот в открытой грудь, подращивают вот эти для прививки, что там грудь какой-то каменистый, так еще лучше, потому что обвивает корешочки и еще к себе мощные такие корни. Так что камушки неплохо. Неплохо, да. Дядь, скажи, пожалуйста, еще клематисы, можно ли так формировать путем обрезки, прищитки, чтобы вот он, бывают же очень высокие, три метра, два с половиной, да, а чтобы он, или направлять, чтобы он рос в ширину, ну, методом, да, формировку делать, чтобы большие клематисы не вверх, а в ширину росли, так он может быть? Или это определенный сортакт? Можно, но опять же, вот смотрите, если у вас лето девять месяцев, да, вот вы южный, то у вас вы так обрежете, вот прищипнете, вот так, разноуровнево, и у вас до конца лета еще успеет всяко подсвести, и на средней сформируются боковые цветочки, и на высокой, и на еще более выше, а если вы живете вот с коротким летом, если вы прищипнете, то вы спровоцируете клематис на боковое ветвление, но центральный побег останавливается в росте, то есть вы отодвигаете каждый прищипка, отодвигает цветение, поэтому имеет ли смысл это делать? Это, во-первых, вот про то, что рекомендуется на разных уровнях, да, можно, но смотря в каком вы климате, потом, у нас очень быстро растут клематисы, выходят из земли, как вы уже сказали, 15 сантиметров в день, легко, не успеешь оглянуться, думаешь, ой, надо завтра поставить опору, и все, за делами, потом через неделю приходишь, они все вот так вот спутались, да, вот, то есть уже как там разбирать его на плеть, ничего не получится, вот он вот так копной будет расти и цвести, по тому, как еще формируются цветы, я уже сказала, что я считала всегда, что Пурпурия, плена элеганс, очень высоко начинает цвести, где-то с метра, ну и правильно, потому что та, где она у меня росла, у меня кустики впереди, розочки, а что же она там внизу, кому она там цветы будет показывать, естественно, она выгоняла ноги, где освещение, и формировала вот эти первые генеративные, то есть кисти, бутоны, где ей было хорошо и светло, а когда у меня при других обстоятельствах, этот же Пурпурия, плен элеганс, оказался на другом участке, где ничего перед ним не росло, он начал цвести, у меня с 30 сантиметров, то есть это не клише под конкретный сорт, это конкретные условия, есть сорта советской селекции, которые цветут под небесами, вот у них даже не то, что две трети не цветет, у них вот только верхняя часть, но у нас вообще, вот надо сказать, что есть очень выдающие сорта нашей советской селекции, мы утратили их, и кстати, Польша и Голландия, которая сейчас только занимается разведением, они очень многие культивируют наши сорта, которые остались, а вот у нас не только остановилось, мы растеряли то, что было хорошее, вот у этих сортов есть вот такие, ну скажем, недостатки цветения на верхней части, и тут ничего не сделаешь, ни подкормками, не обрезкой, и ничего не сделаешь, даже разместив его на солнце. Как можно это изменить? То есть, это просто приемы. Вот плети, которые, ну это вовремя надо, вовремя надо их разделить, которые вы хотите вверх пустить, и те, которые вы хотите, чтобы не цеплялись, не поднимались, а получается согнулись, переломились и повисли. Понятно. Иногда бывает молоденький побег, молоденький побег вышел, поздний, и зацвел внизу, и думаешь, ой, клемать снизу, зацвел, а подходишь, берешь плеть, а это просто вот такая поздняя, и она в нижней части куста просто на листиках повисла, и такое ощущение, как будто он там цветет. Нет, это просто такая веточка одна наклонилась, вот так вот, да, и тут свешивается. Вот этот прием можно искусственно, если есть желание, если есть время, и вовремя это нужно сделать, чтобы отделить от опоры вот эти клематики на моменте, когда вот они прямо стоячие, растут, чуть-чуть их отвести, чтобы они не зацепились, и потом их поднимать, ну, опять же говорю, что это просто надо заниматься. Если вы занимаетесь исключительно своим садом, и этого увлечения хочется попробовать, можно сделать. Когда у тебя огромные объемы, ты, ну, не в состоянии там что-то специально делать, чаще бывает, что ты не углядел, не подвязал, и так красиво. Думаешь, так, а может быть, так и задуманно было. Как ты считаешь, все-таки клематицы легче выращивать на каком-то пролонгированном удобрении? Ну, это же много сейчас, бонатфорты, осмокот, там, еще разные, да, пролонгированные. Или, ну, это не дешево, да, или все-таки старинки подкармливаем, там, сбросим, травой, настоем, что там, навозной, жижей, да, ну, то есть, какими-то такими органическими удобрениями, которые сами вот это все делаем. Вот, как здесь разобраться? Ну, понятно, первая половина нам дает старт, больше, может, азота, потом, когда зацвели там, еще фосфорно-калийными, ну, вообще-то, твоя роль, не роль, а твоя позиция, или минералка так легче, или все-таки чередовать друг с другом, вот как делать? Вот, опять же, разделим тут на для себя любимой саду, или это промышленное производство, то есть объемы. Нет, мы прощаем без саду, потому что у всех мы только за себя не пробьем. Но, тогда могу порекомендовать, конечно же, исходить из той ситуации, которая вам доступна, ну, скажем, финансово. Это правильно. Ничего тут такого нет. Вот, что вам нравится, тем, попробуйте одно, другое. Нет, осмокот, это упрощает все, все упрощает, внес и забыл. Тут, вы понимаете, даже, как тут это все работает, ты, наверное, настраиваешься, опять же, нужно освободить мозг и руки, за спину убрать, если сказано себе, я дала все, пожалуйста, растите, цветите, я сделаю для вас все, что могу. И никто ничего больше не просит, потому что ты знаешь, что ты никому ничего больше не дашь. И самое хорошее в этом, что не перекармливаешь. Ведь мы так любим свои цветы, мы их закармливаем, а потом говорят, ой, что-то, это неплохо зимует, ой, что-то неплохо укореняются, так у них азотов только, что там укоренятся-то, они в листу все, в ботву все уходят. И, кстати, хуже от этого и цветут. Все должно быть в гармонии, поэтому достаточно минерального и органического удобрения однократного весной. Можно, конечно, дать осеннее, если вы пользуетесь легкорастворимыми. Конечно, нужно подготовить растения к осени. И если вам проще, удобнее, делать это три раза за лето, то, пожалуйста, так тому и быть. Нет никаких жестких правил. Я за то, что каждый садовник сам решает, что он хочет делать травки, он хочет бегать с лейкой, он хочет себе побольше работы организовать, но к тому же будет в этом мешать его право. поэтому нет. Понятно. Понятно. Вот, ну, я думала, что, понимаешь, будет какая-то супер большая разница. Раз нет разницы, значит, хорошо. Вот такая разница. В чем различие жгучего и маньчжурского клематистов? Есть ли различия между ними? Различия есть, да. Но вот нам, садоводам, чтобы вот эту морфологическую разницу увидеть, нужно замерять длину листа, смотреть листовую пластинку, цветоносы, измерить вот эти маленькие лепесточки, смотреть, как на растопыренной тычинке. Но мы же этим не занимаемся. Вот я, например, вижу, где жгучий и где маньчжурский у меня в саду, потому что жгучий, ну вот я так могу сказать, очень много цветов. Но они такие какие-то рыхлые, такие воздушные, какие-то вот на длинных цветоножечках. Они кистями, но они все равно вот такое облако, вот такое вот, легкое, все равно легкое. А маньчжурский плотно, 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 листьев нету вообще, вот вообще нету. Вот такой же белый, вот такой же, вот такой же размер. Вот вообще вот не различить их. Но когда они цветут одновременно в саду, оба видно, что они разные. Ну, а для садоводов, я считаю, нечего заморачиваться. По своим характеристикам, по обрезке, они идентичные, травянистые, полностью отмирающие, третьей группы, как пионы. Можно не срезать, меня там спрашивали, отрезать, и обрезать, не обрезать. Да не обрезайте. Зимой тоже, кстати, очень красиво вся эта высохшая лиана смотрится, когда и никогда снег, задерживать снег, это ветрозащита. Можно срезать, укрыть корневую, клематистом, жгучему не надо, он холодостойкий. Но оставить ботву. И вот, опять же, по плотности посадки спрашивали. Вот у меня, у меня всего сад, я понимаю, что на видео он не просматривается целиком, и он у меня на склоне тоже не видно вот сразу вот этого все просто. У меня всего домашних 8 соток земли вместе с домом, он очень небольшой. А жадность? Это такое дело. Нужно же все. Поэтому очень плотные посадки, очень. И тут главное, чтобы растение не конкурировало, не голодало. Если дадите питание и полив, так и пусть они растут. Тут у меня очень близко, 30-50 сантиметров. И всем нормально. Да, когда они нарастают и куча молод друг за другом вот так цепляются, ну, может быть, какая-то быть неопрятность. Да. А так метр. Понятно. Теперь вот такой вопрос. Он бывает очень часто. Не знаю теперь как сделать так, чтобы мы с тобой были рядом. Ну ладно, лишь бы ничего не испортить. Вот такой вопрос. Человек купил клематицы, вообще не знал, какая группа, или купил клематицы, не написано, или ему соседка сказал, хочешь клематис, на, или кто-то подарил. Ну, то есть, вообще не знает, какая группа, что с ним делать, там, обрезать его, складывать как-то, беречь эти побеги. Вот, то есть, методом тыка мы можем это решить, ну, спустя года, что с ним делать. Ведь так ведь визуально, просто у меня спрашивают, а визуально мы можем определить, к какой группе он относится? Да, визуально мы можем отличить сразу, вот сразу, по листьям, по листьям, да, даже у клематицев, когда у них тройчатый лист, вот сам край, вот сам край, листочка, вот этого тройчатого, он круглый, а у княжика такие мелкие зубчики, просто у разного сорта, сорта княжика зубчики есть мелкие, а есть такие крупные, такие более реже, но все равно княжик звучит. Климатик, по группе, если он зацветет, зацветет к осени, это прям вообще отлично, сразу можно будет понять, если у него открытый цветок, то это вторая или третья, тут, как говорится, разберемся в процессе. И в общем-то молодому клематическу не надо пару лет оставаться с плетью, она все равно не вызревает, она, это слишком молодой растение, все равно, обрезаем как третью группу, пару лет. В дальнейшем уже можно будет определиться с сортом и оставлять побеги, если это вторая группа побольше. Есть у нас клематист тунгутский, который визуально выглядит как видовое растение, как княжик, с желтой колокольчиком, у них сейчас тоже очень много сортов, и голден тиара, и радар любви, и билл макензи, мой ангел, еще там есть какие-то, у меня вот этих, по-моему, пять сортов, они внешне выглядят как княжики, тоже колокольчики цветы, и листья у них резные, но это все равно клематисты третьей группы. И у них холодостойкая очень лиана, она может легко остаться на год и два, но они под небеса залазят, становятся неопрятные, вот такие колтуны спутываются, плохо цветут, потому что это клематисты третьей группы, можно на год оставить, но не больше. И вот, чтобы все определиться, нужно все равно ждать цветка, и тогда можно будет уже определить, но нету критичного того, что если вы вторую группу, будете обрезать коротко, ну что значит коротко, 30-40 сантиметров оставлять. Так же, как и вы, если клематисты третьей группы, будете обрезать тоже на эти же 30-40 сантиметров, хорошо, если почки перезимуют, быстрее начнется вегетация, чуть-чуть пораньше зацветут, не перезимуют, что вам останется? Пойти под ноль все обрезать, вот и все, все, все настолько элементарно, засунули, пойдем обрежим. Понятно, не стоит там прям сильно гадать, к какой там группе относятся, по ходу разберемся. По ходу разберемся, вот важное, ну я думаю, что на все важные вопросы мы ответили. сейчас я, сейчас пробегусь. Так вот, про размножение мне вот здесь писали, но это очень большая тема, я сказала в двух словах, что, во-первых, молодое растение, оно не размножается априори, потому что оно еще молодое, старше, я где-то думаю, что 3 плюс лет можно брать лозу, опять же с нужного места. Там есть определенные тонкости, не все так просто, поэтому, кому интересно, смотрите мои видео, я все обо всем рассказываю. так, все по длине, так, сейчас еще посмотрим, какие группы, так, семена, вот семена, семенное размножение был вопрос, можно ли семенами, да, можно, можно, но это видовые растения, это жгуча, это тунгутский, это группа интегрифолия, а все остальное либо не взойдет, но так же, как с гибридами, пионами, ой, пионами, помидорами и огурцами. Есть гибриды, это у нас крупноцветковые, они либо не завяжут семена, поэтому даже захотите, не сможете их размножать, либо если они что-то там завязывают, они пустоцветы, не смогут ничего взойти с них, а те, кто завязывают, что там опылилось, кто там вырастет, непонятно, что там за чудовище, а может какой-то, конечно, интересный сорт. Могу точно сказать, что клематицы, вот опять же, можно взять эту книгу бескаравайной и почитать вот этот процесс стратификации, всходы от 30 дней до 500, я не оговорил, до 500. Сходы ждать. Да. Я засушу три раза, я забуду про них, да зачем? Да. Как бы, вот и когда я в том году пробовала, у меня есть видео на канале, посеяла я интегрифолию, розеум, такие же голубые, розовые колокольчики, они взошли через два месяца. Я, честно говоря, уже прям хотела выкинуть, честное слово. Ну, что так долго? Ну, кто ж, вот разве помидоры мы будем ждать два месяца, чтобы они взошли? Да не в жизнь. Особенно, если еще стоят в тепле, место занимают, а на их место можно было что-то хорошее поставить. Да-да-да-да. Понятно. Я думаю, что, если все хорошо, я надеюсь, что все хорошо, мы встретимся и переговорим, но есть тебе чего рассказать другое, кроме даже и не проклиматисы, у тебя там всего в саду, много. Очень, я думаю, что, да, очень непроходящие розы, гортензии, мне кажется, в пике, в хоску, тоже непроходящие. Честно говоря, вот я опять же буду обязательно рассказывать и освещать, сейчас мы перебираемся на новые просторы. У меня, ну я скажу, я это воспринимаю как миссию на земле, ни больше, ни меньше, да, я должна вырастить сад, причем он должен быть не просто сад, ну не просто маточники в рядочке, я должна, я хочу, я хочу, я так сделаю, это должен быть красивый маточник, красивый сад, открытый, для людей, я не знаю, как это объяснить, это вот, ну, вот, я хочу, чтобы в мой сад приходили люди, я хочу, чтобы люди видели красоту, я прям вот нуждаюсь в этом, я не могу это объяснить, я хочу, чтобы в мои сады приходили люди, я заряжаюсь от них или раздаю энергию, мне надо, чтобы люди приходили в мой сад. Очень здорово, мы приходим, к сожалению, виртуально, Каждое видео мы в своем саду, и действительно это наслаждение. Светлый сад это наслаждение, и я не просто там... Я его очень люблю. Это смысл моей жизни, и это не громкие слова. Мне иногда сын говорит, что вот мы когда встречаемся, что-то обсуждаем, он говорит, мам, ты про что-нибудь еще можешь говорить? И он, когда мне первый раз задал этот вопрос, я прям в ступоре была. А про что я еще могу говорить? Про что? Про комбинат? Про загрязненную... Ну, то есть я могу что-то в этой твоей тематике? Я живу этим 24 на 7, 24 часа вот к году, и вот круглый год, 365 дней. У меня нет другой информации. Я еду в машине, я стригу мысли на деле. Думаю, что-то такие неаккуратные. Вот мы ничего не могли постричь. То есть вот все, что я вокруг себя вижу, я его зрительно улучшаю в своих мыслях. Вот это рассадить, вот это постричь, вот это что-то они там нет. Вот такая у меня в голове, вот все время я в своей какой-то природе. Ну, так это очень хорошо. Да. И, друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить вам, что... Спасибо большое YouTube. Спасибо, что мы остались. Ведь помните, какие у нас были два года назад тревоги по поводу YouTube. Да, Светлана, помните, да, что все блогеры, что если что, сюда переходите, если что, сюда... Друзья, помните, что мы там, в гостях. И все делается так, чтобы мы сидели тихо. И нас не видно и не слышно было. И это правда. И если вы, дорогие наши зрители, будете помнить о том, что только наша активность позволит вам всем видеть видео, потому что они лежат, сняты на дне, и никто их не видит. Они недвижимы. И если вы, как билетик в кино, не будете... Смайлик там, плюсик. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Не важно, что вы будете писать. Вы... Мы все на любом канале, на любом видео, которое вы видите, российского блогера. Если не будет активности, все замрет. Ничего мы больше не увидим. Если не будешь там что-то искать специально. Не будет раздаваться в рекомендациях. Правильно? Да, да. Поэтому всех прошу понимать вот это. Мы же великая нация. Мы россияне. Вот помните, вот любой фильм вот американцев. Мы американцы. Мы нью-йоркцы. Да мы россияне. Да что же мы плюсики не можем поставить своим блогерам. Давайте. Нет. Будем благодарны. Не в коментарии. Давайте. Будем благодарны. И это... И это правильно. Это честно. Посмотрел видео. Поставь плюсик. Напиши спасибо. Вот девиза. Девиза. Спасибо. Девочки, ну, долго очень. Вот. Я смонтирую, конечно, видео поставлю. Ну, если все хорошо, тогда, да. Да, пожалуйста. Потому что я ничего не снимала. У меня тут вот получилось первое включение. Так все немножко... Здоровье будет лучше. Третье совсем хорошо. Вот. Хорошо. Спасибо всем, кто пришел. Всем, кто терпеливо наше включение подождал. Если у кого-то остались вопросы, пишите, говорите. Везде открыты. Да, везде открыты. Саный канал есть. Я ссылочки давала. Ну, вы же сами видите, да. Ну, здесь пишите. И мы можем друг другу ведь всегда перекидывать эти вопросы. А блогер вам ответит конкретно вам уже на тот вопрос, который вас больше интересует. Или голосом, или текстом. И другие как раз послушают. Это всегда здорово. Поэтому я всегда говорю. Вы... У кого там что-то получилось, не получилось, поделитесь. В телеграм-канале это легко делать, это не в ютубе. Поделитесь. И другие увидят эту историю, присоединятся и получат, может быть, ответ на свой вопрос. Конечно. Я тоже думаю, что сейчас многие ищут эту информацию. Ведь действительно климатисты стали и другие растения очень популярны. Поэтому... Да, опять же, вопросы. Самые простейшие вопросы. То есть начинающих много, много. Друзья, я всех вас приглашаю в свой интернет-магазин А.С. Климатис с засаженцами взрослых растений. У нас в ассортименте климатисы, розы, гортензии, пионы, хосты. Заходите, пожалуйста, на сайт. Обязательно зайдите в раздел информации и прочитайте по пунктам условия заказа. Проходите в каталог, кладите все, что нужно в корзину, пишите свой адрес, телефон с ватсапом и имя, отчество, фамилию, на кого отправить посылку получателя. Заказывайте. У нас очень хорошие растения, выращенные в нашем непростом уральском климате для вас, для создания ваших красивых садов. И еще в группе ВКонтакте у меня есть магазин с двухлетними саженцами климатисов. Очень красивые сорта, неприхотливые. Если вы хотите сами дорастить климатисы, то есть посадить их в контейнер 2 литра и за лето вырастить вот такие же взрослые растения, как мы вам предлагаем уже на нашем сайте, пожалуйста, заходите в мой интернет-магазин ВКонтакте и заказывайте. Там небольшой ассортимент, но он очень-очень неприхотливый даже для людей, которые только-только будут начинать пробовать выращивать свои климатисы. Я благодарю, друзья, вас, всех, кто сегодня пришел на прямой эфир к нам со Светланой, со Светланой Лодисад. Подписывайтесь обязательно на канал Светланы Лодисад, на мой телеграм-канал. Мы вам рассказываем, показываем о текущей, о настоящей жизни садовника каждый день. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, обязательно на все на них мы отвечаем. Всем здоровья, добра и увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok